Герман Гель, дающийся ученый началом 20-го века, учился в Гетингене, был учеником Гильберта. Потом, когда фашисты пришли к власти, он принужден был бежать в Америку, и там работал в институте Винксона. Потом вернулся осталось три лет обратно в Германию. Ему принадлежит множество красивейших результатов, не только по математике, но и по физике. Он написал такую знаменитую книжку, если я не забыл, называется «Пространство. Время и материя». С этой книжкой связан такой интересный факт. Есть такой физик, такой знаменитый Гейсингер от Нобелевского варианта. И он вообще-то по молодости лет хотел стать математиком. А отец у него как-то давал греческий язык в университете. И он, будучи профессором университета, посоветовал ему, ну вот, хочешь стать математиком? Ты сходи с профессиональным математиком. Знакомься, поговори. И он пошел ни мало ни мало к Линдеману. Линдеман – это человек, который решил почти двухтысячелетнюю проблему. Значит, он решил проблему по квадрату и кругу. Это вот еще древняя задача, он потратил массу усилий, значит, вот это был дающийся результат. Но сам Линдеман был таким человеком весьма своеобразным, очень таким, видимо, светлым характером. И вот у Эйзенберг в воспоминаниях есть такие воспоминания. Он пришел в мой кабинет, там был похожий на кабинет героя Гёнте известного. И Линдеман спросил, что вы по математике читали. А что Эйзенберг ответил? Вот, читал, значит, труд Гергена Бейлина. А что Линдеман сказал? Вы потери этой математики. И как-то очень пессимистично выяснили. Эйзенберг ушел и пошел к другому выдающемуся ученому, Зоммерхель. Такой был выдающийся ризик. А тот, наоборот, обладал очень приведливым характером. Я его расположил в люди. И вот Эйзенберг стал заниматься физикой. Ну, и достиг там больших результатов. Но, кстати, его результаты, они и математические, и, в общем, математические. А у Верли Мавейли есть еще замечательная книжка. Называется «Симметрия». И вот эту книжку я всем очень рекомендую прочитать. Там много чисто общекультурных вещей написано. Про то, как устроен мир. Про то, как вот «Симметрия» такое вот, хоть по математическим понятиям, как оно встречается везде, начиная от того, как ученые делают соты, и кончая тем, как устроен орнамент. Так что вот такой выдающийся человек. Ну, а у нас с вами вот один из известных результатов. То, как проверять, что последовательность имеет равномерное распределение.